По улицам городов и весей наши необъятные родины дружными колоннами прогнали подневольных бюджетников и работников системообразующих предприятий. Но об этом за счет средств госзаказа пускай показывают и рассказывают госканалы. А мы расскажем о другом. Например, о том, как кемерский князек Цивилев, назначенный из Москвы после пожара в Зимней Вишне, обвинил Анжера Сужинских медсестер, протестующих против сокращения медиков, потому что они опорочили регион. Он заявил о недопустимости митингов и забастовок. Варяг, чересчур увлекшийся колонизацией Кузбасса, оказался недоволен голодовкой медсестер Анжера Сужинской горбольницы. Он считает, что медсестры дали, кстати, цитата, «опорочили Кузбасс на весь мир. Там даже и голодовки как таковой не было. Закрылись в квартире, посидели чуть-чуть и все», — сказал губернатор. Горбольница Анжера Сужинска сокращает 105 санитарок и младших медсестер. Часть ставок планируется заменить на уборщиц с функциями санитаров, и они уже не будут попадать под майские указы президента о повышении зарплат. Медики бунтуют с марта. Руководство больницы неоднократно писало на них заявление в полицию. Некоторые работники учреждения вышли из профсоюза, естественно, не сами. Это программа «Что произошло? Больше трэша, больше ада». И мы начинаем. Мы покажем вам то, что другие побоятся показывать. Не переключайтесь. Начнем с Хакасии. Здесь федеральный центр провел настоящую ковровую интернет-бомбардировку. Новый скандал с премиями чиновников Хакасии. Нушение заработной платы губернатора Хакасии и его кабинета министров. Наш губернатор хочет увеличить и себе, и своим министрам зарплату. Значит, внимание, четырехкратную надбавку к должностному окладу. Хакасия Валентин Коновалов решил увеличить в четыре раза надбавки к зарплатам себе и министрам. Вы чего гоните? Целый ряд федеральных и местных СМИ распространил фейк о том, что глава Хакасии Валентин Коновалов аж четыре раза поднял зарплату себе и своим заместителям. Но на самом деле, отчасти ради об этом нужно сказать. В документе о внесении изменений в постановление правительства республики номер 250 говорится о том, что с момента принятия этого документа премии и надбавки всей команде Коновалова будут определяться общественностью. Теперь ни глава республики, ни его заместители не смогут получить зарплату без согласования общественных наблюдателей. Так зачем же так врать? А ответ просто. Главой республики в результате протестного голосования был избран молодой и перспективный активист КПРФ. Он сразу же начал борьбу с коррупцией олигархами. Республика стала практически неуправляемой для коррумпированной вертикали власти. Коновалова пытались выкурить зимой, отключали электроэнергию в селах, ограничивали поставки топлива в котельный, но он выстоял. Обращаюсь к правоохранительным, надзорным органам. Прошу обратить внимание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на недопустимое поведение подобных структур монополистов по отношению к законно избранной власти и прежде всего к народу, к жителям республики Хакасия. И тогда вход пошло вранье. Благо миллиарды ВГТРК и другим государственным и полугосударственным СМИ даются не за их красивые глазки. Их отрабатывать нужно. Вот и побежали, так называемые журналисты, гуглить. К чему бы прицепиться? И ведь прицепились же. А какая разница, к чему? Так не нашли бы ничего. И в педофилии, возможно, обвинили бы. Но это Хакасия, там хоть глава прогрессивный, за него и люди вступятся. А вот Челябинск области настоящий мрак. Здесь никак не могут добить ОПГ ментов. Извините уж за выражение, я разделяю нормальных сотрудников полиции и позорников, которых под одно место выпнули оттуда, а звездная болезнь у них почему-то никак не проходит. Вот этот биомусор уже давно выкинули с системы МВД. А он зарегистрировал какой-то ЧОП и возомнил себя хозяином закрытого атомного города Снежинск. Сейчас он упорно пытается посадить молодого человека, который провинился лишь в том, что попросил этого самого бывшего участкового убрать машину с проезда. Кстати, мы уже показывали это. Надо было ехать по работе. Он просто взял, перекрыл меня, вот так вот встал. Слева, справа стоят машины, я выехать вообще никак не могу. Подошел к нему, попросил убрать. Оттуда пошли всякие угрозы, крики, сопли. Сейчас в деле появились новые обстоятельства. Фемида явно не на стороне молодого человека, что решился закуситься с сотрудником полиции. Пусть даже и бывшим, пусть даже ныне он просто ЧОПовец. Дело это не меняет. Скорее всего парня осудят. Я первый раз в своей практике встречаю такое, чтобы по делам частного обвинения суд оказывал такое противодействие стороне защиты. Служительница Фемиды, то есть мировая судья, упорно защищает не мир, а внутренний мирок отброса МВД Шадрина, подмявшего под себя целый город. Судья, видимо, защищая интересы так называемого потерпевшего Шадрина, сначала создает ситуацию, что у нас защитный вынужден отказаться от одного из своих адвокатов, защищающих его интересы. В связи с тем, что судья этому вновь вступившему в дело адвокату предоставила всего один день на подготовку. Но на этом помощь судей не ограничилась. К очередному заседанию суда обвиняемый Владимир Небелица заболел и был вынужден пропустить его. Вызов на дом врача. Когда врач пришел к нашему подзащитному, она ему уже сказала о том, что она знает, что ему нельзя давать никакой больничный. Все ходатайства со стороны подзащитного остаются без ответа. Достучаться до судьи не проще, чем до небес. Мною моим подзащитным на стадии предоставления доказательств стороной защиты предоставлялись многие доказательства, ходатайства, которые остались без удовлетворения. Суд их не мог не удовлетворить. Почему делаются такие поблажки стороне частного обвинителя, остаются большие вопросы. Шадрин – это, как известно, реальный хозяин Снежинска. Он тут и главное решало, он тут же и судами заправляет несогласных, если даже посадить не удается, то пошлет куда подальше. И ведь все административные комиссии и суды его признают правом, соседи от него уже стреляются. Он нарочно издевается над людьми. Мы с мужем в Российском федеральном ядерном центре проработали вдвоем, на двоих стаж составляет 70 лет. Муж имеет правительственную награду. И нам, как, в общем-то, патриотам и города, и нашего Минатома, отвратительно видеть, как напротив нашего окна, на свинарнике Шадрина развивается российский флаг. Шадрин, как бывший сотрудник МВД, принимал присягу перед Российской Федерацией, но потом, видимо, перепутал граждан со свиньями. Впрочем, свиньи на самом деле животные чистоплотные, что нельзя сказать об их хозяине. Мы находимся на месте, где я живу, вместе со своим соседом Шадриным. И не раз уже были такие случаи, когда он выбрасывает свой мусор, бытовые отходы на землю, прилежащую к своему участку. Если ему делают замечания по этому поводу, он реагирует очень агрессивно. В грубой форме может оскорблять, унижать. Да ел, чмо, че еще сказать? Да ты *** гнойный. Че еще сказать? И все, да, ты просто *** вот снимай. Ты ***, ты гнойный, ***. Ты ***, ты чмо, ***. После очередного оскорбления Шадриным я подал в суд. И суд встал на мою сторону, и это дело было мною выиграно. Шадрин отомстил соседям, пусть даже и не в суде. Он раскидал по дорогам колючки. Несколько водителей пострадали, а Шадрина как с гусеводов. Закон для быдлов, с которого уже и даже погоны-то сорвали, по-прежнему не писан. Впрочем, 8 мая суд, скорее всего, поставит точку в этом деле. Вот только перспективное дело не столь радужное для реальных пострадавших от властителей Чоповца. Что ты ***? Зови, зови. Ты даже нормально поговорить не можешь. Ты ***. Вот такие хозяева в закрытых городах. Ситуация осложняется тем, что судьи буквально по щучьему велению, да по своему личному хотению, отказываются оформлять пропуска в город для участия в открытом судебном заседании иногородних журналистов. А местные акулы пера и микрофона от таких тем бегут как от огня. Поэтому даже зафиксировать это беззаконие на камеру, к сожалению, не представляется возможным. К другим темам. Есть такой городок в Свердловской области, называется он Сухой Лог. Это по своей сути настоящая цементная столица России. Здесь два огромных комбината, которые снабжают этим материалом стройки по всей стране. И та же самая проблема, что и Снежинский. Только вот здесь правит не бывший сотрудник полиции, а черный риэлтор. И стражи порядка это фактически его прислуга, как ни странно. Полиция Сухого Лога лучше всего умеет играть в футбол, пиная законные требования граждан в дальний угол. И роли в этой игре четко распределены. Перечислим активных участников. Сбрасывающий Сергей Данилюк, подкидывающий кость из банды Дырявого Сокола. Разводящий Сергей Павлов, полковник полиции и начальник полиции Сухого Лога. Были засвечены также и другие люди из дружеского сообщества любителей охоты на кабана и косулю. А именно, Бухаров и Бухаров из семейства Бухаровы. Опытные вратари, успешно отпинывающие каждое дело. Они не раз чистили друг другу стволы. Охота она такая. Именно эта тесная дружба и стала возможной причиной полицейского футбола. Бухаров, Денис Александрович, например, вот я выдавала под журнал. Один Данилюк, просто с ним вместе в бригаде. Там состав бригады, вот такой список выдается. Копия как бы снимается. Павлов, Бухаров, Данилюк, Быков. Убивать диких животных Данилюк предпочитает в компании начальника полиции Сухого Лога Сергея Павлова, полицейского в отставке Александра Бухарова и его сына. Заместитель начальника следственного отдела полиции Сухого Лога Дениса. Именно Денис Бухаров выполняет за Данилюка грязную работу. Подписывает отказные материалы. Общие дела эти любители подержаться за ствол обсуждают на охоте в лесной интимной обстановке. Жители Сухого Лога называют Данилюка ростовщиком и черным риэлтором. Он дает частным лицам деньги под проценты и берет с них доверенность на распоряжение имуществом. Затем, когда долг ему выплачен, Данилюк отрицает получение денег и продает дома и квартиры заимщиков. Это вот бывший мой магазин цветочный, которым был захват в 2017 году с самим Данилюком Сергеем Михайловичем, который сейчас изготавляет памятники, сдает в аренду. Мэр Сухого Лога Роман Валов тоже знаком с Данилюком. В прошлом году стараниями этого риэлтора были расселены 24 человека из аварийного дома. Пенсионеры переехали так, как выгодно Данилюку. Роман Валов не стал отказываться от знакомства с Данилюком, пояснил только, что не может официально воздействовать на мошенников. Давайте так, каждый шоссеат должен заниматься своим делом, согласитесь? То есть есть органы полиции? Вот если они бездействуют, пусть жалуются на органы полиции. Есть органы прокуратуры? Если они бездействуют, нет, есть вышелочек. То есть у нас, у органов власти, нет таких полномочий разрешать гражданский иск, так скажем. Есть суды. Сергей Данилюк живет на широкую ногу. Поселил свою семью в особняке, сдает в аренду помещения, строит торговые центры и магазины. Жадность этого человека невероятна. В налоговой декларации Данилюка за 2017 год указано, что он заработал 700 тысяч рублей. А вы помещение у Данилюка снимаете? Да. Это помещение Данилюка, да? При этом в 2018 году он построил торговый центр. Он уже выселил несколько семей с малолетними детьми на улицу и останавливаться, похоже, не собирается. Продвигает свой бизнес с помощью судебной системы. Помогает ему в этом еще один бизнес-партнер. Алексей Тимофеев. Родной брат председателя городского суда Сухого Лога. Благодаря этому родству суд Сухого Лога всегда на стороне Данилюка. А мы встретили чудесных судебных приставов, чей мозг работает в режиме вахтера или консьежки. От одного из приставов вообще пахло алкоголем. И выключите. Давайте мы сейчас поговорим с судьей, который ведет дело, а потом с председателем случится. Я объясняю. Не санкционирована съемка, да, не суда, не запрещена. У начальника полиции Сергея Павлова все хорошо. Его подчиненные легко переквалифицируют уголовное дело в гражданское. Сергей Владимирович обещает заявителям, что ситуация разрешится благополучно. Он опытный футболист и годами может пинать заявления граждан из угла в угол. Значит, я вас предупреждаю, что если мое видео будет об уложен, я подам на вас. Хорошо, вы сотрудник полиции? Сотрудник. Сожалеетесь, пожалуйста, на норму права, которой вы сейчас пользуетесь. Ну, я вам понятно выражу. Я вас понял. Сожалеетесь, пожалуйста, на норму права. Кадровая политика этого начальника полиции проста. Нужно употреблять водку на охоте с подчиненными. Уровень порядка и безопасности в отделе полиции под руководством Павлова вообще не на высоте. Пока Сергею Владимировичу мерещатся на ровном месте запрещенной в России ИГИЛ, посетители могут пронести в здание полиции все, что угодно. Это антитеррористическая безопасность, наверное, да? Вам, так сказать, совестно. Спрошу, вы с ИГИЛ? Вот так Данилюк из клана «Мелкий Гадюк» собрал вокруг своих противоправных действий целую команду, которая занимается юридическим футболом. Цепочка из любителей незаконного обогащения выстраивается крайне занятная. Черный риэлтор, начальник полиции, брат председателя суда, следователи и так далее. Вся надежда на прокурора сухого лога Владимира Худалеева. Владимир Алексеевич, вам нужна еще одна звездочка? Или вы тоже лично знакомы с Данилюком? Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. С наступающим вас Днем Победы! Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните к нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.